Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа поделиться своим планом окончания войны России против Украины за 24 часа, если он у него действительно есть. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Bloomberg Television. Со слов Зеленского, он потенциально готов встретиться с Трампом и его командой, чтобы выслушать их предложения. Если президент Трамп готов дискутировать на тему закончения войны в Украине, то сегодня я готов с ним встретиться. Это для меня очень важно, потому что американский народ того президента выберет, которого захочет. И может быть Байден, может быть Трамп. Я этого не знаю. Мы этого не знаем. Но если президентом выберут Дональда Трампа, то, мне кажется, это несправедливо потом узнать про какие-то сюрпризы. Я бы хотел сегодня это почути. При этом Зеленский заявил, что против прекращения огня, предложенного накануне премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Перед всем, сисфайр – это важный элемент любого плану закончения войны. Просто сисфайр – это не закончение войны. Мы там уже были. И это просто замороженный конфликт. Причем замороженный для агрессора, потому что он замороженный на твоей территории. И твои люди в оккупации. Это преимущество точно одной стороны. Ранее сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов, даже если до вступления в должность. Однако публично ни разу не сообщал, каким образом собирается это сделать. При этом Трамп допускал, что Украине ради мира придется согласиться с потерей части территорий. План Трампа – ни что иначе, как показать свою большую спроможность и возможность запропоновать реальні речі на отміну от его основного конкурента Джо Байдена. Как мы знаем из последних дебатей, фактически Трамп перемег. И, очевидно, он показывает тот эффект, когда сильнейший, который есть неправда, который может говорить много всяких думает, на самом деле он победит слабшего, который есть с своей правдой или с объективной правдой. Накануне издания The Washington Post писала о намерении Трампа оказать давление на Киев с тем, чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбас. Трамп зараз в певной мере остается на коне, он со своим планом пропозиции мирного плана, который не отличается практически от того, что предлагает Пекин. Но самовпевненность Трампа пока что остается только основным его аргументом. Натомисть невозможно, если Путин будет согласен принимать условия Трампа, если Трамп станет президентом. Согласно сообщению агентства Reuters, представленный Трампу его советниками, план прекращения войны России против Украины предусматривает, что Киев получит американское оружие, только если вступит в мирные переговоры с Россией. В то же время Вашингтон должен предупредить Москву, что в случае ее отказа от переговоров поддержка Украины со стороны США будет усилена. При этом предполагается прекращение огня на основе существующих линии соприкосновения. Путин фактически сейчас перебывает в ситуации, когда он навязывает свою точку зрения и свой план так называемого прекращения войны. Это когда бы Украина мала выйти, Украинские Збройные Сили мали бы выйти из Запорезья и Херсонской областей. Очевидно, это не влаштовывает святую спидноту и, наверное, кто-то не согласится на такую пропозицию. Но мы понимаем, что Трамп идет на пролом и ему запропонировать тот порядок, который кардинально отличается от того, что предлагает Байден. Это все на все поле технологии. Трамп пока мовчает, но он перебывает в таком, скажем, передвиборчем гонке. Очевидно, он не будет раскрывать все карты. Но мы должны быть готовы, что сам Трамп будет говорить много, скажем, решений, будет пропоновать решений, простых, возможно, решений на сложные вещи.